Вообще в нашей области есть несколько лидеров. Один из них это профессор Юрий Бужаки из Нью-Йоркского университета, медицинская школа университета Нью-Йорка. Он выходец из Венгрии. По профессии он, кстати, врач, невролог. Потом, как некоторый из врачей, решил сменить свою специальность и стал ученым. И очень успешным ученым он получил очень престижную премию в области мозга, так называемую Brain Price в 2011 году. Эта премия столь же престижна в нашей области, как Нобелевская премия. И, кстати, мы были очень счастливы тем, что в этом году Юрий Бужаки приезжал к нам с публичной лекцией и семинарами, и с представлениями работ наших участников. Он познакомился, он остался очень доволен тем, что он увидел здесь и теми направлениями, над которыми мы работаем. И в целом он дал очень высокую оценку нашей лаборатории. Если брать более узко нейробиологию развития, здесь работает довольно много людей. Среди них наши исторические конкуренты. Это профессор Хайка Люман из Германии, дальше Блюмберг из штата Айова, США. Довольно хорошую лабораторию создала Ильяна Хангану, тоже выходец из Германии, но она два года была у меня в качестве постдока в Марселе. Сейчас у нее очень солидная лаборатория. Мне кажется, что есть две вещи, которые хотелось бы отметить. Первое, это очень часто наши достижения, они обусловлены методическими достижениями. Развитие методик очень сильно определяет наш прогресс. И вот то, что произошло на протяжении самых последних лет, это то, что бурно стала развиваться область оптогенетики. Это методика, которая позволяет оптически стимулировать или ингибировать, тормозить нейроны. Причем достигается за счет того, что с помощью генетических манипуляций в нейронах экспрессируются гены и белки, которые могут быть активированы светом. И в качестве этих белков могут выступать ионные каналы, которые обеспечивают возбуждение нейронов. И одна вспышка света может привести к тому, что происходит очень контролируемая во времени и точная активация определенных групп нейронов, в которых экспрессируется данный ген. Причем молекулярно-генетические методы на сегодняшний день позволяют в качестве мишени выбирать очень селективно определенные популяции нейронов. Например, можно с помощью определенных типов генетических манипуляций обеспечить экспрессию таких генов в ганкоррогических интерниронах. Это тормозные клетки в коре головного мозга. И вот работа, которую провела наш научный сотрудник Гузель Валеева с использованием таких животных, это вообще удивительная вещь, потому что можно одной вспышкой света лазера активировать большую популяцию клеток, которые отвечают за торможение. И вот Гузель Валеева, используя вот такой методический прием, который для нас нов, мы очень хотим освоить эту методику в совершенстве, вот она сделала такой первый шаг в этом направлении и применила этот метод для исследования возрастных изменений в действии нейромедиатора ГАМК. И, в общем, результаты, которые, я надеюсь, будут опубликованы в следующем году в очень приличном журнале. То есть вот первое – это оптогенетика. Это оптогенетика, который позволяет исследовать нейрональные сети, то, как они функционируют, почему они болеют. Но также эти методы могут быть использованы для того, чтобы контролировать поведение животного. Все эти эксперименты можно делать инвиво, то есть на интактном животном. То есть с помощью вспышки света, в принципе, можно будет научиться контролировать поведение животного. То есть заставить его проснуться в определенный момент, если проэкспрессировать эти светочувствительные каналы в тех областях мозга, которые отвечают за пробуждение. Эти работы уже делаются. Одна вспышка света, и животное, которое спало, имеет свет, который подведен через оптическое волокно внутри мозга, не внешний свет. Вот одна оптическая, очень локальная вспышка света, способна пробудить мгновенно животное. Целый ряд ученых вообще из Германии, из США. И в России это тоже начинает развиваться. Как минимум две лаборатории. То есть мы можем говорить о подходах управления человеком, по сути, мозга? Ну, это на большом таком перспективе. Да, делаются попытки использования этой методики для того, чтобы, например, предотвращать эпилептические припадки у пациентов. Пока на моделях животных, и это работает очень неплохо. Вот этот блок я бы хотел отметить особо, хотя есть очень сильные прогрессы в других областях. Второе, что бы я хотел отметить, то, что в этом году Нобелевская премия по физиологии была присуждена ученым, которые занимаются исследованием нейрофизиологии поведения. В частности, вот той части, которая отвечает за навигацию животных и человека. Это область, которая называется гиппокамп. Гиппокамп — это морской конек, да? Вот есть структура мозга, которая имеет форму морского конька, и так получилось свое название. Это часть лимбической структуры, системы нашей. И в ней происходит обработка информации из внешнего мира, а также от тела, проприцентивная информация, которая дает осознание животным того места, в котором оно находится. И здесь же происходит запоминание новых карт. То есть фактически в этой структуре закодированы те карты, пространство, в которых находится животное. И побывав в этих новых местах, скажем, да, побывав в новой комнате, формируется новая карта пространства. И когда животное оказывается опять в этом месте, эта карта позволяет животным ориентироваться. И вот этот механизм навигации, своего рода GPS, да, внутренне встроенный в наш мозг, был декодирован учеными на клеточном уровне. То есть были постигнуты то, каким образом на уровне одиночных нейронов и взаимодействия между нейронами происходит формирование тех карт, которые позволяют животному и человеку тоже такие же карт существуют, ориентироваться в пространстве и передвигаться в пространстве. Конкретно клетками места мы не занимаемся на сегодняшний день, но мы хотим к этому подойти с антогенетической точки зрения, то есть с точки зрения развития, посмотреть, когда в процессе развития происходит формирование этих когнитивных карт пространства. Вот. И то, что называется клетками места. Клетки места — это те клетки, которые находятся в гиппокампе. И вот если мы регистрируем их активность, то они активируются специфически в определенных местах определенного поля. Например, если в этой комнате мы поместим крысу, у нас тоже с вами такая же ситуация, и мы будем следить за активностью группы нейронов, допустим, 100 нейронов одновременно, мы увидим, что нейрон номер один активируется исключительно тогда, когда он находится около мойки. Второй нейрон будет активироваться около двери. И вот наличие большого количества нейронов, каждый из которых активируется в определенном участке вот этой комнаты, формирует карту. И если мы, например, посмотрим на последовательность активации этих нейронов, сопоставим это с реальным поведением навигации животного в этой комнате, и потом мы возьмем и сделаем запись активности тех же самых нейронов, и по последовательности активации этих нейронов выстроим траекторию движения, и сопоставим их с тем, что было реально с этим животным, траектории абсолютно совпадают. То есть, смотря за активностью нейронов, мы можем определить, о чем же думает в данный момент животное. Это тоже очень интересная вещь. И, в общем, эти исследования, они еще раз нас подводят к очень важному философскому вопросу о том, что есть сознание и что есть душа, да, если так можно выразиться. В общем-то, ученые все ближе и ближе приближаются к тому, чтобы доказать, что то, что мы называем продуктами психическими, выше нервной деятельности, они обусловлены активностью нейронов, то есть имеется совершенно четкий материалистичный субстрат, который обуславливает наши психические функции. И вот эта работа, которая получила Нобелевскую премию, на мой взгляд, очень важна тем, что получено еще одно материалистическое доказательство того, что наши психические функции, в частности, навигация в пространстве, да, и ощущение места, где мы находимся, определяются вполне материалистичными основами. Я бы сказал, что, наверное, две трети, а может быть даже три четверти всех исследований, которые проводятся в области нейробиологии, они находятся в области прикладной нейробиологии, то есть нейробиологии, которая исследует заболевания нервной системы. И на сегодняшний день имеется колоссальный прогресс, хотя есть ряд заболеваний, где до сих пор мы довольно плохо представляем причину заболевания. Например, шизофрения остается одним из заболеваний, которые пока еще до конца не поняты на механистическом уровне. Но уже существуют модели животных, на которых воспроизводится позитивный симптом этого заболевания. Я думаю, что это вопрос будущих 10-20 лет.